Это программа на звездной волне. Здравствуйте, с вами я Инна Панфилова и нашим звездным героем сегодня будет российский актер театра и кино Александр Давыдов. Здравствуйте, Александр, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте, Александр, хочу начать наш разговор с поздравлений. Если позволите, хочу поздравить вас с окончанием работы, съемок в мелодраме «Аквамарин», но и выходом другой премьеры. О чем же фильм, который уже вышел? О любви, о взаимоотношениях мужчины и женщины, женщины и женщины-подруги. И у них свои проблемы, о мужско-женские отношениях, свои проблемы, о влюбленности, об отношениях отцов и детей. Сейчас это новое слово для нас – драмеди. Это совмещенность драмы с комедией. И, значит, когда это все совмещается, получается такой драмеди. То есть вкрапление комедийное, вкрапление в драматическое произведение. Как долго длились съемки? Расскажите, два проекта, они параллельно как-то снимались или же нет? Нет, практически не параллельно. Просто мы зависали из-за пандемии, которая по всей стране. Многие артисты заболевали. Мы останавливались, ждали, пока не выздоровеют. И опять заново продолжали. Поэтому прерывались достаточно на долгое время, 2-3 недели, пока артисты восстанавливались. А второй проект, он немножко зацепил первый, поскольку он должен был закончиться, естественно, первый раньше. Но из-за пандемии мы останавливались. Но оба проходили съемки в основном в Киеве больше, да, в том числе? Да, в Киеве, в Киеве. Как долго длились съемки? Я уехал на 4-е. С учетом пандемии. С учетом пандемии, с учетом того, что я там в итоге 3 картины сделал, 3 сериала, я в общей сложности прилетел 28 августа, а улетел аж 4 января. Практически 4 месяца. Практически 4 месяца. Это много или же нет для съемок? И какой был самый длинный проект в вашей практике? Ну, 4 месяца – это как бы немного для трех проектов. А самый длинный был такой сериал «Маруся». Это было то время, когда были востребованы долгоиграющие сериалы. И снимали мы в, по-моему, в двух или в трех городах. Это и Москва, и Геленджик. Это было 255 серий. Полтора года жизни. Как давно вы вернулись домой? Сейчас же вы дома правильно, общаетесь из дома. И как вас встретил ваш любимчик, пёс Лабрадор? Прекрасно, прекрасно встретил. Но на самом деле пёс появился у меня как раз, когда я приехал. Я 4 января прилетел, а 8 января, после Рождества, на следующий день, после Рождества, я забрал этого щенка. Вы сами решили завести собаку, да? Ведь это такая ответственность, понимая, что вас очень подолгу не бывает дома. Да, это ответственный такой был шаг с моей стороны, потому что это детская мечта моя. Родители мне как-то не позволяли в детстве завести собаку. И вот я как-то к этому сам подошёл и достаточно ответственно, хочу вам сказать. Я долго к этому шёл и вот пришёл. С кем он остаётся, когда вас нет? Вот не было вас до 4 месяца? Пока мы ещё не расставались. А если какие-то съёмки, я уже для себя определил, что я буду брать с собой. Ну а так, с семьёй. Ну это же нужно воспитывать, да? Для того, чтобы брать с собой, собака должна быть приучена к поездкам. Для того, чтобы остаться потом тоже без вас на какое-то время в квартире и так далее. На съёмочной площадке. Ну конечно, конечно. Я вот как-то пытаюсь её уже приучать к каким-то определённым вещам. Но пока безуспешно. Когда выходим из дома, я ухожу. И есть разорванные пелёнки, которые ей стелятся. Пока ещё, ну маленькая ещё пока. Красотка. Как её зовут? Её зовут Ульрика по паспорту. Ну а сокращённо? Рика. Расскажите о ней. Вы очень много с ним времени проводите. Это видно по Инстаграму. Просто она центр вашей вселенной на этот период времени. Какая она? Игривая, да? Вот это такой возраст прекрасный у пса. Да, она достаточно разумная. Лабрадоры вообще очень умные собаки. И она к своему возрасту уже много чего умеет, знает. Ну ведёт, как и любой, наверное, ребёнок, ведёт себя по-разному хаотично. Иногда она очень ласковая, добрая и такая отзывчивая в этом смысле. А иногда надо пошалить немножко. То есть с пониманием относимся друг к другу. Но сейчас у неё время сна, да? И сейчас она такая сонная, не понимает, зачем её разбудили. Она позавтракала. И вот решила немножечко... Немножко пошалила уже, пелёнку разорвала пока я. Пока я тоже принимал душ там и всё. Разорвала пелёнку. Но теперь подуспокоилась. Вот теперь она полусонна. Вы её с нами воспитываете? И как вы это делаете? Читаете ли о собаках? Или, может быть, курсы какие-то прошли перед тем, как завести такое животное? Ну, я да. Я смотрел много интернета, много читал. Но когда ты сталкиваешься первый раз в жизни с собакой, с воспитанием, конечно, всё вылетает из головы. И то, что ты прочитал, в итоге оказывается совершенно по-другому в реальной жизни. Поэтому я как-то стараюсь всё-таки разными способами. Сейчас вот немножко я даже... Мы два раза позанимались с кинологом. И перед первой прогулкой мы позанимались, чтобы как-то её социализировать с этим миром. Она же только-только начала гулять вот у меня. Только-только мы начали выходить на улицу. У вас же есть племянники, мальчишки такого возраста, которые прямо, наверное, от неё не отходят. И она тоже, наверное, с ними уже нашла общий язык. Открыли уже секрет для всех, что это племянники. Потому что в интернете кипит дискуссии, кто это. Мои сыновья или... Мои дети или не мои дети. Да, это племянники. Они, конечно... Ну и они с ней подружились. Подружились, не кусайся. Мы же с тобой договорились, что мы не будем кусаться. Они играют, и она с ними играет. Я вот приезжал к своим родителям на праздник 23 февраля. И они, значит, громили все квартиру родительскую. Дети и собака. Давайте поговорим о ваших проектах, да, о съёмках в фильмах. Немножечко о проекте «Аквамарин». Это сказка для взрослых. О чём идёт речь? Ну, «Аквамарин», да, это такая сказка для взрослых, как и назвал её режиссёр Сергей Крутин, с которым, кстати, мы были на съёмках в вашем городе. Так, об этом поподробнее. Расскажите, когда это было и какой эпизод снимали здесь? Я сейчас эпизод... Ну, там много очень мы снимали в Ростове-на-Дону. Я сейчас, может быть, и не вспомню, что конкретно какие-то. Мы снимали «Зелёный фургон». Это продолжение «Зелёного фургона» 83-го года с Дмитрием Харатьяном. Считайте, сколько там? 37 лет. Я 83-го года, а «Зелёный фургон» вышел в 83-м году. Режиссёром был Александр Ильич Павловский, который, к сожалению, ушёл несколько лет назад, с которым я тоже плотно работал. И это огромное счастье актёрское – поработать с такими мэтрами советского кино. И вот Сергей Крутин, который снимал продолжение этой картины «Зелёный фургон». Причём удивительно, что его папа Виктор Крутин был оператором на первом «Зелёном фургоне», а его сын снимал вторую картину. Расскажите о своём герое в фильме «Аквамарин». И вот немножечко о нём, а также что нового он открыл для вас? Какую-то новую линию, возможно, какой-то новый характер, образ, который вам ещё не приходилось играть? Ведь что-то новое даёт, наверное, каждая картина? Ну, поскольку это всё-таки сейчас у нас истории снимаются для народа, и это должна быть какая-то простая история, а мы-то, актёры, нам всё время хочется что-то посложнее, что-нибудь Достоевский, Чехов, Толстой. Поэтому мы немножечко, может быть, усложняем этот сценарий. Поэтому мой герой, я его пытался сделать таким неоднозначным, и, как я всегда люблю говорить, и, в общем, так оно и есть, что не бывает ни хороших людей, ни плохих. Мы все всегда в зависимости от ситуации можем быть и ужасными, и прекрасными. Так что мой герой поступает, совершает определённые поступки. Они могут быть плохими, они могут быть хорошими, но он это делает во имя что-то. Здесь, в данной ситуации, он делает это, в общем-то, во имя любви. И в какой-то определённый момент он понимает, что он действительно любит героиня, с которой я играю, любовь. И для него, для моего героя, открытие в определённый момент, что он действительно её любит. Там даже есть одна сцена такая, где, я думаю, потом зрители вспомнят, когда я сижу, мой герой сидит и говорит, я даже, сейчас точно не помню фразу, но я даже не думал, что я тебя так сильно люблю. Вот так, чем-то приходится жертва, чем-то поступиться, да, и какие-то открытия тоже совершать. А в принципе, каких героев вам больше нравится играть, положительных или отрицательных? Часто отмечают актёры, что отрицательный герой, он даёт вот больше возможностей, чтобы раскрыться, да? А вы как к этому относитесь? Ну вот отметим, да, что популярность принесла вам роль отрицательная, да, можно так сказать, это роль штурма предателя. Нет, 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 отмелься. Нет, это же такое попадание, это вы имеете в виду «Баллада о бомбере» или что? Да, совершенно верно. «Баллада о бомбере» вышла одновременно с Марусей, там 255 серий положительного героя. То есть всё-таки Маруся, да, скорее всего, сыграла? Нет, нет, это две картины, которые, в общем-то, вплотную шли, и по этим картинам впервые меня, наверное, так узнала широкая публика. Поэтому дальше уже там пошла вторая отрицательная роль «Птица в клетке», которая полюбившаяся, просто я даже не ожидал, что это так произойдёт, потому что я отказывался несколько раз от съёмок, от предложения сниматься в этой картины четырёхсерийной. Как обычно и бывает, да, такие роли, которые пытаешься, наверное, подсознательно их обходишь стороной, и они становятся… Да, в моей жизни всегда почему-то так. Всё, к чему я боюсь прикасаться, в итоге получается хорошо, скажем так. Сначала мне очень нравились отрицательные роли, потому что в школе-студии «МХАТ» в стенах этой школы я учился, театральный учился, и мне давали таких… Конечно, отрицательные роли интереснее играть. Несомненно, как один актёр сказал, что положительных героев играют бездарные артисты, потому что делать нечего. Ходит и нудит всю картину или показывает, как он любит. А отрицательную роль, там может быть амплитуда совершенно больше, и красок больше, и возможностей для того, чтобы раскрыть этого героя и от хорошего к плохому, например, прийти, север-юг, понимаете. Положительным героем всё-таки этой амплитуды меньше. Поэтому, конечно, с одной стороны, нравится отрицательный, но как нормальные люди мы иногда устаем тоже, когда кормить тебя каждый день чёрной кровью, она тебе в какой-то день надоест. Давайте с вами сейчас вселенной пошлём вместе. Кого бы вы хотели сыграть сейчас? Какой образ вы не пробовали и очень-очень бы хотели попробовать, примерить его? Вы знаете, я никогда не мечтал… Многие артисты, почему-то мужчины мечтают сыграть Гамлета. Я никогда не мечтал сыграть Гамлета. Не знаю почему, у меня не было такой мечты. Мне кажется, что это герой такой не совсем, может быть, и мне интересен. У меня нет такой роли мечты, но есть любимая роль, которой хотел бы прикоснуться и всё-таки сделать, например, ну хотя бы на театральной сцене, потому что фильм вряд ли когда-то снимут. Он был хороший фильм с Олегом Далем. Это повампила «Ваутина охота». Ну вот мы, наверное, запрос отправили. Через время посмотрим, как это работает, да, и, может быть, тоже пообщаемся на эту тему. Давайте немножко по вашей биографии пройдёмся. Вы редко даёте интервью, поэтому информации немного, в принципе, да, в интернете можно увидеть. Расскажите, как и когда вы поняли, что хотите быть именно актёром? В семье такого примера не было же, правильно? И поступили вы сначала вообще, в принципе, в другое направление, в автомеханический институт, а потом бросили его ради театрального. Вот так ли это? И почему так получилось? Расскажите. Да, действительно, я мало даю интервью, потому что мне кажется, что сейчас наш современный мир настолько открыт уже для всех. Уже все знают, кто что ест, кто в чём ходит, какого цвета трусы и всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Поэтому я как-то воспитывался немножко на другом, что актёр всё-таки должен быть хоть чуть-чуть, но загадкой для зрителя. Потому что если ты вываливаешь всё-всё-всё, я о тебе знаю всё, ты, мне кажется, становишься неинтересен и в своих ролях. Не знаю, может быть, ошибаюсь. Да, пришёл я в эту профессию не сразу. Я после школы поступил в автомеханический институт и благополучно полтора года отучился, бросил. Это была трагедия для моей семьи, потому что в моей семье не было никого из мира. Там кино, театра, литературы. Поэтому я как-то даже и не думал никогда, что я имею право вообще заниматься этой профессией. Мне казалось, что это какие-то совершенно боги-артисты. И дотянуться до этой высоты, до этих звёзд невозможно. Я не считал себя одарённым, талантливым. И даже как-то не шёл в эту сторону. Мне никто не говорил о том, что... Да, что-то там пытался в школьном театре что-то делать. Но так это всё было совсем немножко. Но какие-то такие ступенечки, как я сейчас понимаю, потому что всё-таки это судьба, они были. Например, в школе на последнем звонке мы писали этот последний звонок и написали такой сценарий, что Остап Бендер путешествует по предметам, по кабинетам всяких предметов. Математики, литература, химии, физики. Всё-всё-всё. И мы писали это совместно, но почему-то в другом классе, который параллельно с нами выпускался в этом году, классная руководительница назначила на роль Остапа Бендера своего ученика из своего класса. Я этим возмутился. Думаю, почему я писал, а он, значит, будет играть Остапа Бендера. И мы как-то, сейчас уж не помню как, боролись за эту роль. В итоге мне отдали эту роль, и я её сыграл на последнем звонке. И после этого подошла ко мне Наталья Михайловна, учитель физкультуры, на которую я всегда прогуливал и не любил как-то физкультуру в школе. А она подошла ко мне и сказала, «Саш, слушай, если бы я знал, что ты такой актёр, я бы тебе пять поставил в аттестат». И это какой-то такой первый был звоночек, который я ещё, естественно, не понял. Осознательная мысль вот эта уже появилась, и от неё было никуда дальше не деться. Судьба уже была предпочтена. Нет, мысли никакой не появилась на тот момент. Это было как-то просто забавно, и всё, и не более. Дальше был институт. Я уже выпускался когда из школы, я уже был студентом автомеханического института. И, Господи, слава Богу, что я не стал проектировать машины, иначе они бы разваливались, наверное, не сойдя с конвейера. Каждый должен заниматься своим делом, да? А сколько времени родителям понадобилось, чтобы принять ваши решения и желания? Сейчас, я думаю, они уж точно гордятся вами, понимают, что решение заниматься любимым делом было правильным. Ну, папа у меня мечтатель такой, человек-мечтатель, фантазёр. Вот я даже временами иногда смотрю, думаю, откуда во мне вообще это зерно-то актёрское. Меня бабушка приучала там с маленького возраста, мы ходили по всем выставкам Москвы, в Большой театр, в Театр Аперетты, просто в театр. Много читали, она очень любила литературу, у неё всегда на прикроватной тумбочке лежала какая-нибудь книга, и она перед сном обязательно что-то читала. Мы обязательно в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и в день памяти смерти мы всегда приезжали на Пушкинскую площадь, и бабушка всегда клала несколько гвоздичек к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину. И как-то, наверное, она всё-таки заложила какую-то любовь к литературе, искусству в меня. Ну и, конечно, Господь Бог, потому что я всё-таки верю в то, что нельзя ничему научить. Это можно научиться, наверное, но научить нельзя. Это всё-таки, наверное, какой-то, ну, скажу какие-то высокопарные слова, это всё-таки, наверное, какой-то дар, одарённость, которая даётся всё-таки оттуда. С этим не поспорить. Сегодня родители как относятся? Уважают вашу работу, ваш труд? Ценят сегодня уже? Главный мой критик – это мама. Она всегда меня жёстко критиковала. Она у меня такой человек, которая вокруг меня не сдувала пылинки, не говорила, какой я гениальный, одарённый, талантливейший. Да, вот мой сынок. Нет, мама всегда говорила правду. Ну, понятно, что её была какая-то правда. Когда ей что-то не нравилось, она всегда говорила. Когда я что-то с её стороны делал хорошо, она тоже это говорила. На сегодняшний день ей нравится всё, что я делаю практически. Вот. Может быть, либо я стал лучше, либо мама как-то что-то тоже к этому пришла, поняла и не знаю. Но всё-таки надеюсь, что... Наверное, мама самый честный критик, мы это знаем, поэтому маминому слову уж точно можно доверять. Ну да, я просто надеюсь, что я всё-таки расту в своём актёсе. Съёмки окончены, да? Какой-то этап определённый пройден. На сегодняшний день уже вам известно, что дальше? Какие планы? Поделитесь буквально несколько минут. Всё закончено на сегодняшний день. Сейчас я отснялся в Москве. Не могу пока говорить, где и что. Это пока такая закрытая информация. Было несколько дней съёмочных в одном сериале. такая роль на серию. Всё-таки сейчас такое обычно то, что не снималось ещё, не запускалось до Нового года, обычно запускается уже в начале марта. Потому что это такой январь-февраль, такие месяцы, когда январь практически мы весь месяц гуляем, отмечаем Новый год и Крещение и всё-всё-всё, Рождество. Дальше февраль, 23 февраля и 8 марта, а уже после 8 марта женского дня уже начинается какой-то подготовительный процесс к новым картинам, которые будут запускаться в 2021 году. Сейчас есть время передохнуть, уделить больше внимания своему псу, воспитанию какое-то время тоже уделить, чтобы потом больше времени проводить вместе и можно было брать с собой на съёмки. Я желаю, чтобы желаемое было реальностью, ну и, конечно, ещё больше интересных предложений и разноплановых ролей вам в вашей жизни актёрской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова